Продолжение следует... Вы помните или не помните, но я вам сейчас говорю, 37-я часть была посвящена такой короткой моей реплике относительно реакции Попова. Попов высказался относительно моего и вообще передачи на телевидении, на канале «Культура». По поводу 100-летия в общей теории относительности, юбилейной передачи. Передачу вел, напомню, Максимов. Называется передача «Наблюдатель». И там я и Ахмедов. Мы там немножко поддискуссировали, хотя дискуссию это не назовешь, потому что кто-то чего-то выкрикивал и пытался что-то сказать. Остальное осталось, так сказать, за кадром. Надо смотреть материал более детально. Ну вот во всяком случае, что касается меня. Так что-то для пропаганды, что-то можно выкрикнуть. Вот Ахмедов это делал. Я могу сейчас это повторить и сказать, как вообще надо бы ответить на его реплику. Но не станешь на такой многомиллионную аудиторию, когда идет вещание, что-то вдаваться в детали. Никак не связано с экспериментами Никельсона Морли и так далее и тому подобное. Были когда-то эксперименты. У Айнштейна, у Лоренца и так далее было 3 или 4 факта, на основе которых они предложили свою теорию. Тогда это было 3 или 4 факта. Сейчас таких фактов миллиарды. Вопрос о верности общей теории относительности и специальной теории относительности просто не стоит. Утверждение моего оппонента просто смехотворное. Вот можно простое утверждение сформулировать. Уравнение Максвелла инвариантны при Лоренцевских преобразованиях. Максвелл ничего про Лоренцевские преобразования не знал. Описывал электродинамику и электромагнитные волны. Уравнения Максвелла не меняются при Лоренцевских преобразованиях. Метрика Менковского не меняется при Лоренцевских преобразованиях. Это утверждение, которое способен проверить ученик 10 или 11 класса на доске. Кто-то там согласен, кто не согласен, это уже психологический вопрос. Это вопрос элементарного вычисления в несколько строчек. То есть, теория общая... Значит, вопрос, совпадает это с экспериментом или нет? Да, есть масса экспериментальных данных, и не только эксперименты 150-летней давности, а вот просто, я не знаю, ежедневные эксперименты, которые подтверждают это наблюдение. Я понимаю, Миктор Ильич, как вам, как бы так помягче сказать, неловко вот это все происходящее, потому что вам все абсолютно очевидно, но, к сожалению... Я понимаю, что мне нужно... Нашу программу смотрят не только физики, и вообще есть, кроме физиков, еще и люди. Но у меня есть некоторый опыт в рассказе относительности. Если, Олег Евгеньевич, у вас вот очень такое эмоциональное было речь, у Милитовика, у вас какие-то конкретные возражения. Вот сейчас была конкретно, человек сказал, каждый ученик, любой человек, может подтвердить теорию относительности Эштейна, и она подтверждается ежедневными экспериментами. Что вы можете возражать? Это слова. Она не подтверждается. Как это слова? Это слова доктора... Все-таки, знаете, давайте... Чем она не подтверждается? Я скажу, чем она не подтверждается. Вот факты я принес. Давайте. Смотрите, первое, вот это, прошу обратить внимание, это диаграмму, которую построил Эддингтон, Артур. Он доказал, что якобы существует кривизна пространства вокруг Солнца. Доказал, что якобы, или доказал, что существует? Нет, он не мог доказать, что это ошибка. Была физика, вот она и остается классической. А нет вот этого насладения, якобы, это мифы, которые... Но вот это вычисление. Это не вычисление. Они, я вам сказал, они не работают. Преобразование Лоренца не работает в плане, в том контексте, который поставил Эйнштейн. Вообще, сами преобразования есть такие. Есть волновые уравнения, в том числе, например, звук. Звук распространяется волной. Там работают преобразования тоже такого же вида Лоренца. Единственное, постоянно не С, 300 тысяч километров в секунду, а скорость звука, 332 метра. Сейчас мы попробуем разобраться и понять. Я хочу, Андрей, у вас спросить. Вы находитесь в такой ситуации, более лучше, чем я, потому что вы тоже, наверное, многое из этого не знаете, но всё-таки вы знаете больше, чем я по поводу физики. Вы на чьей стороне? Вам какая точка зрения кажется более правильной? Лично я, насколько я могу сказать, мне кажется, теория относительности вполне правильной и жизнеспособной. Почему вам кажется? Вопрос, который затронул Ахмедов, очень подробно рассматривается в моём учебнике дискретная математика, логика группы, графы, фракталы в подразделе 2.5, пространственные группы и двойственность. Вот начинается она с группы Ли и Галуа. Это можно пропускать. Посмотрим следующий. Следующий касается уравнений Максвелла. Их симметрия рассматривается. Тут вопрос двойственности стоит. Тут этот момент отражён подробно. Рассматривается, что такое двойственность в отношении уравнений Максвелла. А следующий подраздел, это касается как раз инвариантность волнового уравнения. Вот берётся парочка уравнений Максвелла, выводится волновое уравнение и показывается, как это сделано. Дифференцируя первое уравнение по времени и далее используя второе уравнение, получаем, получаем, вот через два действия получаем волновое уравнение. А потом проверяем инвариантность, то есть неизменность. Берём преобразование Лоренса, вот здесь строчка написана, и проверяем их неизменность, то есть показываем, что волновое уравнение остаётся неизменным, если вот вместо х' поставить вот х и т координаты. Вот. Тут, значит, производится не два, там, три действия, как он учил этого нашего школьника, вот. И доказывается, что преобразование Лоренса действительно оставляет уравнение Лоренса, а значит и уравнение волновое неизменным. Подчеркнём немаловажную деталь, о которой часто забывают. Преобразование Лоренса оставляет в инвариантном виде именно волновое уравнение, независимо от его природы, акустическое или электромагнитное. Я вот об этом и говорю. Преобразование Лоренса не работает в плане, в том контексте, который поставил Эйнштейн. Вообще сами преобразования есть такие. Есть волновые уравнения, в том числе, например, звук. Звук распространяется волной. Там работают преобразования тоже такого же вида Лоренса. Единственное, постоянно не С, 300 тысяч километров в секунду, а скорость звука. А возьмите другое уравнение. Вот написано, значит, преобразование Лоренса не оставляет в неизменном виде дифференциального уравнения теплопроводности, диффузии, которые несколько отличаются от волнового уравнения. Вот. Тут С, постоянно теплопроводность или диффузия. Таким образом, невозможно говорить о каких-то универсальных преобразованиях, которые бы оставляли инвариантными все, без исключения, дифференциальные уравнения физики. Оно не отвечает преобразованию Лоренса. И вот эти слова типа «миллиард раз» доказывается, это все просто сотрясение воздуха. Этот же вопрос. Я затрагиваю 15-й части серии «Эфир. Почему нет пространства Минковского?» Критика теории относительности. Там этот вопрос даже более подробно рассматривают. Лоренцевые преобразования возникли из ложного толкования эксперимента Майкельсона Морли. Физики конца 19 века, не умея объяснить результаты опыта, а мы их объяснили в самой первой части нашего фильма, приняли гипотезу Фитчеральда Р. Лоренса, которая в умах релятивистов быстро приобрела статус догмы. Согласно их абсурдной теории, оптический прибор, используемый Майкельсоном, уменьшил свои размеры в направлении движения Земли. Поскольку в приборе использовались световые сигналы, то есть электромагнитное излучение, то ключ к разгадке они посчитали кроется в уравнениях Максвелла. Начали искать некие преобразования координатных систем, которые бы оставляли эти уравнения в неизменном виде. Говорят, в инвариантном виде. Таким образом, релятивисты рассчитывали распространить принцип относительный, справедливый для классической механики, на электромагнитную сферу. Преобразование Галилея оставляет четыре закона Ньютона в неизменном виде. Теперь появились преобразования Лоренса, оставляющие четыре закона Максвелла, тоже в неизменном инвариантном виде. За счет спекуляций на условия предельного перехода релятивисты стали утверждать, будто преобразование Галилея является частным случаем общих преобразований Лоренса. В отношении инвариантности уровня Максвелла имеется серьезное возражение. Дело в том, что Фарадей и Максвелл, разрабатывая теорию электромагнетизма, опирались на эфир в виде некой гидродинамической модели. Поэтому из уравнения Максвелла легко выводится волновое уравнение, справедливое для воды, воздуха и прочих сплошных средств. Верно, что Лоренц вывел преобразования, названные по Анкаре Лоренцевым, из области электромагнетизма, которая, однако, в то время целиком покойлась на эфирных представлениях, поскольку Лоренцевые преобразования, оставляющие уравнение Максвелла и выведенное из них волновое уравнение в инвариантном, то есть неизменном виде, возникает законный вопрос, а как быть с медленными акустическими волнами, распространяющимися, например, в воде и воздухе? Что скажет реликтивист, в частности, по вопросу предельного перехода? Ведь для акустических волн фигурирует, разумеется, не умопомрачительная скорость света, а вполне себе умеренная скорость звука, где-нибудь в воде или в воздухе. Но самым убийственным аргументом для реликтивистов является не этот. Они напрочь забывают, что преобразование Лоренца оставляет в инвариантном виде исключительно волновые уравнения. Какую бы природу они ни носили, электромагнитную или акустическую, но они не оставляют в неизменном, инвариантном виде все прочие уравнения механики. Посмотрите, так выглядит волновое уравнение. А так выглядит уравнение теплопроводности и диффузии, где вместо параметра единица, делённая на С квадрат, стоит параметр единицы на С, где С – постоянная теплопроводность и диффузия. Таким образом, невозможно говорить о каких-то универсальных преобразованиях, которые бы оставляли инвариантными все без отключения дифференциальные уравнения. Само такое требование является математически некорректным. Тогда это было 3 или 4 факта. Сейчас таких фактов миллиарды. Вопрос о верности общей теории относительности и специальной теории относительности просто не стоит. Утверждение моего оппонента просто смехотворное. Вот можно простое утверждение сформулировать. Уравнения Максвелла инвариантны при Лоренцевских преобразованиях. Максвелл ничего про Лоренцевские преобразования не знал. Описывал электродинамику и электромагнитные волны. Уравнения Максвелла не меняются при Лоренцевских преобразованиях. Ну, я могу сказать так. Ахмедов не знает, собственно говоря, вот эту физику в таком более широком, что ли, масштабе. Он не исследовал этот вопрос. Так вот просто говорит какие-то слова. Мальчика убедил, значит, ведущего убедил. Убедил миллионы человек на это. Но он, по сути дела, наврал. Наврал, не знает вещей вот этих простых. А вот просто, я не знаю, ежедневные эксперименты, которые подтверждают это наблюдение. Я понимаю, Микторович, как вам, как бы так помехо сказать, неловко вот это все происходящее. Потому что вам все абсолютно очевидно. Но, к сожалению, нашу программу смотрят не только физики. Вообще есть, кроме физиков, еще люди. Но у меня есть некоторый опыт в рассказе относительности. Если, Олег Евгеньевич, у вас очень эмоциональная была речь, у вас какие-то конкретные возражения. Вот сейчас была конкретная, человек сказал, «Каждый ученик, любой человек, может подтвердить теорию относительности Штейна, и она подтверждается ежедневными экспериментами». Что вы можете выразить? Это слова. Она не подтверждается. Как это слова? Это слова доктор Малл. Все-таки, знаете, давайте... Чем она не подтверждается? А сказать, чем она не подтверждается? Вот, факты я принес. Давайте. Смотрите. Существуют миллиарды фактов, опровергающие теорию относительности. В чем они состоят? Какой главный аргумент против теории относительности? Он стал понятен, по крайней мере, в 17 веке. Значит, когда Ремер измерил скорость света. Как он это сделал? Он измерил период обращения спутника Ио вокруг Юпитера. Значит, простая формула. Вот она тут обведена в эллипс. Значит, тут отношение периодов, когда у вас Земля приближается к Юпитеру, С плюс В. А если удаляется на орбите вот эта Земля, удаляется от Юпитера, С минус В. Что здесь имеется в виду? Обычная формула сложения скоростей, классической, нерелитивистской. Небольшие преобразования формулы в эллипсе превращаются в формулу в прямоугольники. Значит, у вас получается скорость света. Выразили скорость света через В, скорость Земли на орбите 30 тысяч лет в секунду. И периоды. Здесь же был поднят вопрос у нас на дискуссии, на передаче наблюдателей с Ахмедовым. Это по поводу ГЛОНАССа. Он считает, что вот этот ГЛОНАСС или GPS является, доказывает теорию относительности. Общую, специальную, якобы там используется. Это не так. Я об этом постоянно не перестаю об этом говорить. Везде говорю. Ну, самое важное, например, никто пока что не опроверг еще, значит, эксперимент... Эксперимент Рёмера 17 века, когда была измерена впервые, ну, грубо, но все-таки достаточно сносно для того времени, скорость света. На примере измерения, там, периода вращения спутника Юпитера, Ио, вокруг, значит, Юпитера, ну, надо знать скорость вращения на Земле, на орбите и вот этого спутника. И вы можете определить скорость. А там обычная классика идет. Ничего нет. И я тоже постоянно говорю, что и GPS, и обычная навигация, вот, космических аппаратов, зондов и все, что у нас в Солнечной системе запускается, там обычные скорости складываются по обычным формулам классическим. Нету замедления времени, нет замедления, замедления времени, нет укорочения длины, и общая теория там все не работает, так скажем. Это вот по поводу, значит, я сказал, ГЛОНАССа, GPSа, это КП-34, и дальше, значит, я сделал 35-ю часть. Итак, значит, должна быть 47-я, я напомню, последняя была 46-я, она называлась, я смотрю на экран ноутбука своего, значит, она называлась Неадекватное представление, скобочкой эйфория, скепсис, конец вот этой части, есть начало, но вообще, значит, прошла довольно большая серия частей, связанных с теорией относительности. Я высказывал такое пожелание, ну, мое желание, оно состоит поестрее, заканчиваясь с теорией относительности. Почему? Потому что релятивистов не переубедить, это особый склад ума, это особое направление движения мысли, вот, или, можно сказать, даже какой-то теории их, вот, с которой я конструктивист, который занимается немножко математикой, экспериментальными, эмпирическими данными, очень внимательно к этому отношусь, а там фантазии идут, супергравитация, суперструны, супер-теория. Чем опасны релятивисты для общества? Да тем, что во все времена они осуществляли геноцид в научно-интеллектуальной сфере. Внутри формалистов-релятивистов никогда не было единства. Количество гравитационных теорий измеряется не десятками и даже не сотнями, а тысячами, если брать интегрально, по всей совокупности. Некоторые из этих теорий в силу институционной и медийной раскрутки получают распространение. О зарубежных схоластах было сказано немало, назовем пару отечественных имен. В годы моей юности пользовались большой популярностью теории Фока и Лагунова. Не потому, что они выделялись какой-то особой научной ценностью. Нужно иметь в виду, что при наступлении очередного спекулятивно-холастического периода одерживают вверх те силы, которые располагают мощными административными ресурсами со стороны, например, академического или университетского сообщества. Во все времена безжалостно убивали носителей рационально-конструктивной мысли, которая противоречила их ублюдочной идеологии. В Советском Союзе небольшая, но очень активная группа ортодоксальных релятивистов во главе с Сергеем Вавиловым, Иоси, Тамом, Фрейнкером, Ландау, Гейнсбургом уничтожила довольно многочисленную, но, к сожалению, пассивную группу физиков-классиков, занявшую, увы, преимущественно заведомо проигрышную оборонительную позицию. Их имена мы не раз называли Костерин, Тимирязев, Миткевич, Предводителев, Цейтлин, его имя я называл, нечасто. И это при том, что материализм марсисо-ленинского толка, близкие конструктивные методологии, был всегда на стороне последней. Коммунистическая идеология по всем законам социально-идеологической борьбы должна была одержать победу над спекулятивно-идеалистическими позициями релятивистов. Тем не менее, ренегаты меньшевики положили на обе лопатки твердокаменных большевиков, которые, поджав хвосты, разбежались кто куда. Сегодня геноцид конструктивно мыслящих людей не прекратился. Им затыкают рот, лишают диквизионных площадок, обливают словесными помоями. Все побеждающие обман и подлость по-прежнему господуют в недийном пространстве. Тупицы журналисты, продавшиеся за черные дыры в бубликах и эфемерную пространственно-временную ряд, миллиардными тиражами плодят придуманные медиа-ловкачами, живущими где-то далеко-далеко, за океаном, научно-финансовые басни, финансовые с точки зрения доходов, как две дырки в пространстве-времени вдруг ни с того, ни с сего слились в одну. Луна вокруг Земли вращается бесконечно долго, а здесь за какие-то секунды произошло слияние двух дыр. Ну что за глупость? И по космосу прокатились гравитационные волны. Вы в них верите? Нет? Хотите на них посмотреть? Пожалуйста, дурачок. Специально для тебя мы придумали вот эти компьютерные анимации. Поэтому сейчас так. Вот была серия, я вижу, значит, конструктивное познание, часть 37-я, ответ Акимова на заметку Попова. Вот. Я её убрал, потому что я был разозлён, наговорил грубости. Это, наверное, неправильно. Резерв сохранил этого номера. Пусть будет так. Вот есть конструктивное познание, часть 36-я. Гравитационные волны не существуют. Начало. Вот 37-я будет конец. Гравитационным волнам не существует. Вот с этим названием я сейчас закончу. Хотя очень-очень мне не хочется. Потому что всё, собственно, уже сказано. Сказано, пересказано. Я в 36-й там куча повторений, что ли. Ну, повторений, мать, учений. Я сейчас тоже этим занимаюсь. Буду заниматься. Потому что... Ну, мне не хочется даже рыться в этом материале. Выискивать что-то. Ну, придётся. Я надо чем-то заканчивать. Обещал, давай. Ну, с чего начать? Давайте так. Я сейчас начну. Есть ролик в интернете, вы его найдёте. Сейчас я его запущу. Это выступление, значит, нашего теоретика, теоретика, ну, вот этих формально-феноменологического релятивизма, Кипа Торна, который выступал на юбилее не общей теории относительности, а частной теории относительности, который юбилей столетний тоже был. Это, значит, 905-й, ну, значит, соответственно, в 2005-м году он говорил о том, что, собственно говоря, потом случилось. Это гравитационные волны. Якобы вот на столетний юбилей они были зафиксированы. И, значит, ну, вот давайте смотреть. Спасибо. 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 Вот начало этого видеоролика. Вот этого господина я хочу сейчас опустить. Давайте сразу перейдём к выступлению типа Торна. Анастасия 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 I always like to begin a lecture with a quotation from my close friend Stephen Hawking. Can you hear me? Good. There were two scientists, physical scientists, in the history of humankind who are the greatest intellects that we have seen in the physical sciences. Isaac Newton and Albert Einstein, and they tower over all of the rest of us, even Stephen Hawking and far, far over me. Newton lived 1643 to 1727, and he gave us a framework for the laws of nature that lasted for 200 years, a framework based on absolute space, absolute time, forces, accelerations, the things of everyday experience. Einstein lived from 1876 to 1955. He gave us a new framework that supplanted Isaac Newton's framework. It has now been in place for 100 years, and the fundamental foundation for that is what Einstein called the principle of relativity. The principle of relativity is an audacious thing. It is a law that governs the laws of physics. If you can just imagine that. Somebody conceiving of a law that governs the laws of physics. What it says is that each law of nature must be the same in every reference frame. And he laid this down in his classic paper on the electrodynamics and moving bodies in June 1905. Well, you can see, Thorne started his lecture with the common famous things. He reminded me about Newton, Einstein, Einstein, and, of course, the first century theory of relativity, and then, of course, he will tell you. He will tell you what he will tell me. несколько общеизвестных тоже вещей. Те, кто интересуется этим вопросом, наверняка всё это знает. И покажу. Вот уже лекция-то длинная. Там идёт она час с лишним, час-пятнадцать минут примерно. Вот. И я дальше дойду до слайдов, где показывают вот этот самый проект Лайга, гравитационные волны, вот. И дальше вот попытаюсь прокомментировать. Смотрим. Like that. But when I measure your car in my reference frame on Colorado Boulevard, as the car goes whizzing by, it appears to be contracted in length. I, looking at myself in a mirror, I look perfectly normal. But you look at me as you go flying by, and I appear to be contracted in width. In addition, as I look at your clocks ticking away, an ideal clock, the best atomic clock that the world's best clockmaker can make, I see your clocks running slow, but you see my clocks running slow. How is this possible? Well, it has to do with the fact that simultaneity is different for you and for me. So if you put a bunch of firecrackers on the top of your car, and you go running down Colorado Boulevard, and you set them all off to explode simultaneously, in my reference frame, I will see the one at the back explode first, then this, then this, and all the way up to the front. So what is simultaneously seen by you is not simultaneously seen by me. You get a sort of a queasy feeling now. How are you going to do physics if you have, if all of these things are so weird? Well, what is this going on? How is this possible? The key issue is that your time turns out to be a mixture of my time and my space. And your space is a mixture of my space and my time. This is quite analogous to the following, that if you have a compass, and it points toward magnetic north, that's not true north. It differs by about 15 degrees or so. And so magnetic north is a mixture of true north and true east. And that's what's going on in space-time, with this mixing of space and time that Einstein discovered from his remarkably simple postulate that the laws of physics must be all the same in every reference frame. The bottom line is that time and space are, in his words, relative. I would prefer to use the word personal. You have your time and you have your space. I have my time and my space. They're mixtures of each other, but so they are personal to ourselves. And maybe things look different to you and me, depending on how we're moving. Now, all was well and good. And Einstein worked out the consequences, and they gladdened the hearts of his colleagues who had been working in the same direction and had almost gotten there, but not really made the great leap in understanding this mixing of space and time. But then Einstein had to face the issue of the laws of gravity. Newton's law of gravity says that the sun attracts the earth gravitationally with a force that's inversely proportional to the separation between the earth and the sun. The separation when? Well, Newton had an absolute time, and so this was an instantaneous separation because there was no issue of a personal time. There was an absolute time, so it was an instantaneous separation. But Einstein had to ask, separation is measured in whose reference frame, because he had overthrown, or he had claimed at least to overthrow, the idea of an absolute time, an absolute simultaneity. He also had to ask, oh, the separation is measured in whose reference frame, so separations, distances, are different as seen in the two frames, and instantaneity is measured in the two frames. So the fundamental bottom line was that Newton's laws of gravity, because they depended on instantaneity and on distance being absolute, his laws of gravity violated Einstein's principle of relativity, and Einstein had a lot of chutzpah. Newton obviously was wrong, and so he set about trying to figure out what should supplant Newton's laws of gravity. It took two years for him to have what he later called the happiest thought of my life. He said later, I was sitting in a chair in the patent office where he was working in Bern, Switzerland, when all of a sudden a thought occurred to me, if a person falls freely, he would not feel his own way. In other words, if I climb up on a table and I fall freely, while I'm falling, I don't feel gravity. I have no sense that gravity is there. Gravity is gone, and so I then know, while I'm falling, I know how to analyze the laws of nature, because gravity is gone, and if I'm Einstein, I've worked out the fundamental principles of the laws of nature in my special relativity theory in the absence of gravity. And so Einstein was, from this key idea, he was able to analyze then the following question. If you sit there with an ideal clock, the world's best atomic clock, and you've got one attached to the ceiling, how do the ticking rates of those clocks compare? And what he concluded is that time, as measured by an ideal clock, on the floor with you, flows slower, oh, I'm sorry, on the ceiling it flows slower than on the floor. Так, ну вот тут вы видите, что звук идет, звуковая дорожка не соответствует слайдам. Я слайды-то, конечно, снимал отдельно, а звук шел оттуда еще с самого начала лекции. Ну а сейчас слайды дошли до гравитационных волн, до проекта Лайга, и я хочу показать, вот смотрите, десять лет назад, в 2005 году, Торн, все, что потом вот в 16-15, в 16-м году произошло, он это все как бы предвидел, рассчитал, все это построено, и вот все получил. Те люди, вроде меня, которые не верят в черные дыры, в гравитационные волны, это все принимает за, как вам сказать, ну, халтуры, это все искусственно сделано, неправдоподобное, не фальшивое, это шоу. Я сейчас отдельно прокручу вот это место его лекции, где говорится о гравитационных волнах, и вот эти, значит, анимацию, вот эту им компьютерную, построенную, и которую сейчас демонстрируют, там, вы увидите, что эти волны, там, слайды, они те же самые, понимаете, те же самые, вот 10 лет прошло, все предвидел, все это, вот пришло, сигнал пришел с далекой области космоса, все то же самое, может быть так, нет, не может, кто не верит в черные дыры, не верит в теорию относительности, он не поверит сейчас Торну, это все фальшивка, это все придумано и запущено, так вот, то есть, он придумал, а потом под это все, как бы, сделан эксперимент, придуман, вот, ничего на самом деле этого нет. And let me end up, then, just with a description of our extreme ignorance of warped space-time today in 2005. We don't know. Does a black hole have the precise shapes of warping that general relativity predicts? We don't know for sure. What happens when black holes collide? What other objects made from warped space-time exist in our universe? What about singularities? What are their structures, their behaviors, the Big Bang singularity, the singularity in the core of a black hole? Can wormholes exist and be made? Is it possible to travel backward in time? The answers will come from gravitational wave observations, numerical relativity simulations, and the new laws of quantum gravity string, or M-theory. We're still exploring Einstein's legacy and we will continue to do so for many years to come. Thank you. Aplausal 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 уже речь. И посмотрим, о чем эта лекция. Я поступлю точно так же. То есть немножко начало прокручу, а потом слайды, только картинки покажу. И немножко там прокомментирую. Смотрим фильм. Я думаю, что Кипа решила что-то, что мы имеем. Пожалуйста, поздравляю к профессору Кипа Торн. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...